По всему Казахстану есть города и села, где в домах жителей до сих пор нет централизованного водоснабжения. В Кустанайской области в следующем году запланировано провести воду в 21 село, где ее никогда не было. А в этом году строительство систем водоснабжения завершены в четырех селах. По состоянию на 1 октября доступ сельского населения к услугам водоснабжения возрос на 1,4% и состоял 88,1%. За счет ввода в эксплуатацию централизованной системы водоснабжения села Александровка Кустанайского района и установки пунктов раздачи приводной воды для 30 сел. Всего запланировано в текущем году ввести в эксплуатацию 32 проекта. Из них работы завершены по 8 проектам. В селах, районах и городах в этом году реализуются такие проекты, как реконструкция резервуара, самоотечественных коллекторов, строительство водопроводов и разводящих сетей. И в некоторых из них на сегодня есть проблемы. К примеру, в Житикаринском районе. По проекту строительства сетей водоснабжения в села Чайковское в текущем году из местного бюджета выделено 364,5 млн тенге, освоено 122,4 млн тенге. Срок завершения реализации проекта согласно договору август 2024 года. По неисполнению договорных обязательств ведутся судебные процедуры, а также в то же время подрядчик не отказывается от выполнения планов в полном объеме объекта, но в завершении в 2025 году. А в областном центре тоже есть проблемы. Например, на улице Фролова подрядчики отстают по проекту реконструкции самоотечного коллектора. А на территории предприятия Кустана и Суни успевают привести в порядок водочистные сооружения и резервуар. Везде есть риски срыва сроков. У каждой ошибки есть фамилия и надо соответствующе принимать решение. Если это проектанты допустили, надо на проектантов заводить уголовные дела. Ситуацию не видите, что она будет решена. Без Чайковского. Арталык 89,3 на начало года. Сейчас 89,3. На начало, наконец, то же самое, что у нас в Арталке ничего не происходит. По всем проектам Акимобласти поручил разобраться детально. Тем более, что на следующий год тоже поставлено немало задач, которые предстоит выполнить. Запланировано 33 новых проекта по решению проблем с водоснабжением в сельской местности. Хамзан Руписов, Алина Альмишева, РТН